Позитивная динамика в диалоге с Евросоюзом должна привести к полной нормализации отношений. Такое мнение высказал президент Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов ряда иностранных государств. Вручение верительных грамот главе государства официальное начало дипломатических миссий посла, поэтому проходит по всем канонам диппротокола и в торжественной обстановке. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь в силу географического положения и объективных причин придаёт особое значение отношений с европейскими государствами. Так Германия входит в число лидеров по объёму внешней торговли с Беларусью и период взаимного недопонимания и недоверия, по словам президента, должен уйти в прошлое. Ситуация в регионе, общие вызовы и угрозы требуют тесных контактов и поиска совместных решений. Мы заинтересованы в расширении торгово-экономического инвестиционного сотрудничества с Евросоюзом. Перспективными могут стать совместные инфраструктурные проекты сферы транспорта, энергетики, других сфер экономики, а также развитие договорно-правовой базы. Рассчитываем, что наметившаяся в последнее время позитивная динамика в нашем диалоге с Союзом приведёт к полной нормализации отношений. Мы должны поднять их на качественно новый уровень, отвечающий интересам обеих сторон. С удовлетворением отмечаю характерные для последних лет позитивные тенденции в двусторонних отношениях с Австрией. Прошедшая недавно встреча с президентом Австрии в Нью-Йорке, а также усиление дипломатического присутствия в Минске придают новый импульс нашему взаимодействию. Мы нацелены на дальнейшее наращивание торгово-экономических и кредитно-инвестиционных контактов. Давние дружеские, братские и разносторонние связи Беларусь имеет с Кыргызстаном. Поэтому мы приветствуем решение о восстановлении уровня дипломатического представительства в Минске. Это важный шаг будет способствовать более активному развитию наших отношений. С присоединением Кыргызской республики к Евразийскому экономическому союзу нам необходимо реализовать весь потенциал взаимодействия. Опыт у нас есть.